Начальник объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров, надеется на мирное разрешение ситуации на армяно-азербайджанской границе. В ходе организованного телемоста «Россия сегодня», Анатолий Сидоров, отвечая на вопрос касательно обострения ситуации на границе, констатировал, что стороны сами разбираются с ситуацией. Никаких обращений в адрес ОДКБ стороны Армении не было. Поэтому силовой потенциал ОДКБ не может быть применен по определению. «Надеемся, что стороны сами разберутся, и желательно, чтобы это было сделано мирным путем», – подчеркнул Анатолий Сидоров. Еще в марте текущего года, во время телемоста Москва-Ереван, Астана, Бишкек, Минск, на тему «Основные угрозы военной безопасности для государств-членов ОДКБ», генерал Сидоров заявил, что Нагорный Карабах не является независимым государством или государством-членом ОДКБ, и Ханкенди военной поддержки со стороны организации оказываться не будет. Он отметил, что все соглашения ОДКБ подписывала конкретно с Арменией, и соответственно перед Ереваном у нее есть определенные обязательства. Никаких обязательств перед «непризнанным Карабахом» ОДКБ нет. На этом фоне на арену вышел, пока еще действующий, но уже, по слухам, пакующий чемоданы генсек ОДКБ, Юрий Хачатуров, после долгого молчания, он решил подать голос. Так сказать, он решил, вставить свои ржавые пять копеек в ОДКБ и Карабахский конфликт. Цитирую. Убеждены, что воинственная риторика ведет к новому витку напряженности обстановки и подрывают усилия стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, принимая во внимание информацию постоянного и полномочного представителя Республики Армения при ОДКБ, представленную в ходе заседания Постоянного совета. 21 сентября, призываем к прекращению обстрелов и эскалации напряженности в зоне ответственности ОДКБ, с целью недопущения нарастания угрозы безопасности государства, члена ОДКБ Республики Армения, говорится в комментарии генсека ОДКБ Хачатурова. И это сказал Хачатуров, у которого темное прошлое, которого арестовали, но потом выпустили под залог. Как говорится, чья бы корова мычала, а твоя, Юрик, молчала. Как видим, Хачатуров серьезно озабочен и говорит об этом открыто, с надрывом в голосе. Правда, истинную причину своей озабоченности он не называет. Хачатуров убежден, что воинственная риторика ведет к новому витку напряженности обстановки и подрывают усилия стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ. О том, что это действующий премьер-министр Армении Никол Пашинян сделал уже целый ряд взаимоисключающих, дозавуирующих друг друга заявлений, которые доказывают неготовность и нежелание официального Еревана вести субстантивные переговоры по мирному урегулированию Карабахского конфликта, он не уточнил. Забыл он упомянуть и о визитах Пашиняна, на оккупированное Арменией, территории Азербайджана. Эти шаги также являются шагами к войне, а не к миру. Наконец, этот не в меру упитанный мужчина. Забыл о том, что есть резолюции Совбеза ООН и других международных организаций, в которых, черным по белому прописано требование, о выводе армянских оккупационных войск с занимаемых ими, территорией Азербайджана. Нежелание официального Еревана следовать данным резолюциям – еще один шаг к войне. Хачатуров, будучи в курсе всего этого, стойко молчал. Зато сейчас, он решил продемонстрировать серьезную озабоченность. Чем доказал, что по сути, является не генсеком ОДКБ, а обычным армянским пропагандистом и лоббистом захватнической политики официального Еревана. И вовсе не удивительно, что Хачатуров сейчас говорит в унисон с другими армянскими политиками, которые активно пытаются раскрутить тему конфликта, чтобы избежать субстантивных переговоров по урегулированию Карабахского конфликта. Понять этого немолодого человека можно, ведь даже армянские СМИ уже пишут, что в ближайшее время Хачатуров покинет пост генсека ОДКБ. Вероятнее всего, новым генсеком ОДКБ станет представитель Беларуси, поскольку паротация именно эта страна, может выдвинуть кандидата. Армения, напомню, активно пыталась заменить Хачатурова на другого своего представителя. Ясное дело, что ничего из этой армянской затеи не вышло и выйти не могло. Хачатуров сейчас, банально выслуживается перед новой армянской властью. Ведь в июле нынешнего года он стал фигурантом уголовного дела, возбужденного армянскими правоохранительными органами. Специальная следственная служба Армении выдвинула обвинения против Хачатурова в рамках дела о разгоне демонстрации 1 марта 2008 года. Никакой неприкосновенностью, в отличие, от того же Роберта Кочаряна, Хачатуров не обладает. Статус у него не тот. Сам он это понимает и потому хватается за соломинку. Снова позиционируя себя в роли лоббиста захватнической политики Армении. Но это ему не поможет. Да и в целом, Хачатурову нужно сейчас проявлять серьезную озабоченность, думая о своем будущем. А оно очень незавидное, учитывая тот факт, что его заждалась скамья подсудимых в Ереване. Субтитры создавал DimaTorzok